Здравствуйте, с вами вновь Ермольна Татьяна и в своем новом выпуске прогностического блога я хочу рассказать о прогнозе для вас рыбы на май 2021 года и поговорить о том, что будет происходить в этом месяце и как этот месяц, а я напоминаю, что он затменный, будет влиять на вас. Потому что, как мы знаем, затменный месяц отличается от всех остальных тем, что в нем происходят некоторые фатальные явления. И под фатальными я подразумеваю те явления, которые очень сильно изменяют нашу жизнь и факт их появления в нашей жизни никак с нашей доброй волей не связан и мы очень плохо можем управлять последствиями появления этого события в нашей жизни. Вот что такое фатальность для меня, а не то, что мы обязательно должны все через это умереть. Но что касается вас, то, конечно, для вас этот месяц, даже если не фатальный, наверное, отчасти он может принести события, которые вами вообще не контролируются и поменять вашу жизнь очень крепко, тем не менее он важный. Так или иначе, это очень важный месяц, так что прошу вас прослушать это видео внимательно. Также я предлагаю вам в конце этого видео по подсказкам перейти на видео, в котором я рассказываю каждом знаке на этот коридор затмений. То есть я прям сняла видео, в котором я рассказываю о каждом знаке. Вы переходите по подсказке на него, находите в описании в этом видео свой знак, нажимаете на время этого знака и слушаете только прорыв, чтобы вам все остальные знаки не слушать. Ну и также я могу вам предложить еще дополнить картину моим видео про толкование коридора затмений вообще. То есть таким образом вы поймете, что в целом несет для нас этот коридор затмений и какие задачи он перед нами ставит. Это все в конце видео, эти подсказки на мои другие видео обязательно выйдут. Что же касается хронологии событий в мае, то все начинается с аспекта Венеры на вашего основного управителя планету Нептун. Произойдет точный аспект 3 мая, но он будет актуален с 1 где-то по 5 мая включительно. Прекрасное время, на мой взгляд, это время творческое, это время вдохновения, это время воодушевления. Вообще это время и романтическое с одной стороны, и с другой стороны оно связано как вариант и с какими-то абсолютно земными делами, которые просто хорошо пойдут без, так сказать, любых проблем и препятствий. Так что планируйте на этот период какие-то дела, но только не очень интенсивные и не те, которые вас заставляют трудиться до 7 пота, потому что Венера явно не про это, она очень любит Дольчевиту, такая достаточно серьезная лентяйка, которая приятна то, что нигде не жмет, нигде не щипет, нигде не болит, а только лишь где всегда все хорошо, то состояние, где только лишь наслаждение появляется или по крайней мере комфорт. Вот выбирайте для себя такие дела, да что там, выбирайте, они и сами к вам, собственно говоря, в жизнь придут. А вот начиная с 7 мая и заканчивая где-то маем 12, то есть это вот как раз период уже будет на Волонии у нас, это вот время немного другое, потому что тут у Венеры аспект к вашему второму управителю планете Юпитер, и он, в отличие от аспекта на Нептуну, менее, так сказать, комфортный и говорит о препятствии. Так что здесь может, как вариант, вы получить какую-то некую, ну если не проблему, то такое напряжение, связанное, например, с большими тратами, ведь Венера в это время еще пока в знаке Тельца, да, в знаке Тельца, именно оттуда она дает квадрат на Юпитер, который пока что еще в этот период в Водолее. Так что с большой вероятностью это вопрос трат и даже немаленьких трат, и вы встанете перед необходимостью эти траты совершать, с другой стороны вы будете где-то там задним умом понимать, что, собственно говоря, оснований делать эти траты нет, ну вам, видимо, очень хочется, вам, видимо, очень хочется, ну отсюда будут какие-то некие такие внутренние смятения, переживания, может быть внутренний конфликт, и с большой вероятностью так или иначе вы все равно потратите больше необходимого, так что как бы делайте, ну такой лимит очень серьезный и очень строгий для своих трат в этот период. Это, кстати, еще и период проблем в отношениях с другими людьми, так что будьте готовы не к конфликтам, но к некоторым таким претензиям. Или вы будете сами в претензии, или по отношению к вам появятся какие-то претензии. Также в районе Новолуния, Новолуния произойдет 11 мая, а 14 мая Юпитер, ваш второй управитель, переходит в ваш знак, представляете? И он там пробудет до конца июля. Правда, пройдет он небольшой отрезок, там всего лишь первые 3 градуса, поэтому те из вас, кто родились в самые ранние даты рыб, то есть первые 3 градуса рыб, это, собственно говоря, там первые 3 градуса рыб, это первые 3 дня рыб, вхождение солнца в рыб, да, очень легко посчитать. Ну пусть даже мы первые 4 дня возьмем, те будут на себе испытывать исключительно сильное влияние этой планеты, этой планеты, да, вот, так что вам здесь нужно ловить удачу, прямо вот исключительно ловить удачу, потому что когда Юпитер идет по нашему солнцу, да еще петлей, друзья, ох, это время классное. Ну, знаете, если даже мы ничего в этот период не получим реального, то помечтаем от души. Вот, ну а насчет того, получим или нет, это же вопрос просто наших усилий. То есть Юпитер возможности принесет так или иначе, однозначно. Но вот, скажем так, он может только лишь на этом и закончить свою работу, да, если мы потом не возьмемся за дело и эти возможности не реализуем. А может дальше нам помогать, если мы его вплетем в какую-то канву нашей реальной жизни. Вот, так что призываю вас потом хватать эти возможности и очень быстро ими пользоваться. Хотя это будет сложновато, потому что, как вы понимаете, не за горами уже коридор затмений. Он, в принципе, в этот период уже начинается, но затмение первое еще пока впереди. И перед тем, как оно произойдет, на этого вашего управителя планету Юпитер будет аспектом идти Солнце. Оно будет в квадрате к Юпитеру, так что здесь легких путей мы ждать не можем. Но в период с 19 по 22 мая вы получите какую-то свою долю славы. Правда, эта слава может быть не совсем позитивной. И она может быть даже на фоне какого-то конфликта, на фоне какой-то претензии. Собственно говоря, будут определенные сложности, но, тем не менее, все равно это история про то, что если вы хотите засветиться, то самое время светить в этот период. Ну, в принципе, с 14 числа уже можно светить, как только Юпитер заходит в ваш знак. Даже если вы родились в самом конце рыб. Это не сказать, чтобы это не так важно, но возможности это будет у всех рыб. Просто у первых 3-х градусов, 4-х градусов она будет наиболее реальная. 23 мая мы ждем точный квадрат между Меркурием и вашим управителем планеты Нептун. Меркурий в это время уже на своем низком ходу, он стационарный. 30 числа он перейдет в ретроградное движение в 24 градусе Близнецов. Так что для вас его прохождение по ретроположению будет у нас ретроградным. Он с 29 мая по 21 июня, наверное. Может, я здесь циферку другую поставила. Так что этот период прохождения ретроградного Меркурия по Близнецам достаточно для вас сложный. Потому что Близнецы это знак, который вы не очень любите. У вас между вами конфликт некоторый. И поэтому Меркурий, конечно, проходя вот это положение, ну это по сути дела уже больше июньская история. Но тем не менее, уже в конце этого месяца, вот уже в этих 20 числах, он начнет как-то так дурно влиять на вас, скажем так. И на что это может отразиться? Это может отразиться на некачественном общении, которое вы можете получать как раз вот где-то примерно с 22 начиная и вплоть до конца июня. Вот такая вот история может быть. И это некачественное общение может быть чем выражено? Это может быть не достаточно, ну такая вот некачественная информация, да, которая вам будет приходить и вас дезинформировать. Это может быть непонятные, неясные, с непонятным намерением люди, которые приходят с какими-то неинтересными и пустыми разговорами и только вас убудят от главной цели. Это может быть проблема с получением какой-то информации. Например, вы ждете какого-то письма или ждете какого-то разговора, вы ждете, может быть, какого-то звонка. И все вы не получаете, не получаете, вы не можете, например, поймать того человека по телефону, который вам нужен, да, или дождаться какого-то начальника на прием. Ну, в общем, вот такая вот проблема, может быть, она не острая, но она будет вас преследовать как минимум последние вот эти вот дни уходящего уже на тот момент мая. Про затмение я достаточно много рассказала в своих видео, о которых я уже упоминала, так что жду вас там. Затмение будет очень важно для тех из вас, кто родился с 23 февраля по 27 февраля включительно. И тут еще, пожалуй, я обращу внимание, что в самом конце месяца Марс, планета Марс будет в аспекте к вашему правителю Нептуну. Так что вот где-то с 28 начиная числа по первые числа июня у вас будет какая-то динамика в жизни, то есть будут происходить какие-то процессы. Может быть, вы будете инициировать какие-то события, может быть, это будет что-то связано с другими людьми, но, скорее всего, эта динамика связана с конкуренцией. То есть вы будете пытаться или кого-то побороть, или сделать по отношению к какому-то другому человеку что-то лучше, чем он. Ну вот какое-то, знаете, вот такое напряжение беспокойства и конкурентная борьба на этом фоне. Но это хорошее для вас время, когда вы можете действительно сделать что-то стоящее. Ну что ж, я еще жду вас на своем канале, телеграм-канале Астрология с Ермольной Татьяной. Потому что там хороший качественный формат подачи материала, комментарии и работа с ними, моя постоянная работа с вашими комментариями. Я там вам буду полезна, потому что комментирую в моменте. В телеграме забивайте в поисковике Астрологии с Ермольной Татьяной, переходите, подписывайтесь и будьте моими активными комментаторами там. До новых встреч, до свидания.